здравствуйте друзья поговорим о коронавирусе и вот почему я работаю ночном баре волна и ко мне периодически подходит знакомый спрашивает это правда что ты лежал в реанимации что по двл что ходил на работу и распространял инфекцию пора развеять этот миф это неправда у меня медицинское образование около 10 лет я проработал в стационаре массажистом в девяносто первом году в киеве закончил курсы по нетрадиционной медицине и в течение 13 лет преподавал курсы массажа именно потому что у меня медицинское образование сам переболел коронавирусом сегодня расскажу как это происходит скорее всего при просмотре видео появятся вопросы будут комментарии поэтому я решил сделать подарок каждому десятому оставившему сообщение будет поручен вот такой вот талисман который достался очень многим туристам с которыми мне приходилось сталкиваться во время работы аниматором зоне отдыха и соответственно корпоративах днях рождения и свадьбах и так будьте добры не забудьте пожалуйста написать что-нибудь что мы знаем о коронавирусе количество летальных случаев приближается полутора миллионам количество официально зарегистрированных случаев приближается к 70 миллионам также мы знаем что была первая волна и сейчас идет вторая когда лежал в больнице задавал вопрос медицинским работникам о первой волне у них были печальные лица они говорили что все было очень плохо потому что не знали ничем лечить никак лечить что касается второй волны сейчас республики беларусь есть четкие протоколы лечения которых придерживаются и мое мнение что в стационаре это соблюдается лучше и четче чем говорить об амбулаторном лечении сколько бы мы не говорили о коронавирусе у обывателя все равно остаются вопросы что делать если я заболел заболели я вообще стоит ли делать прививку чем лечиться от коронавируса и так далее давайте на них ответим итак друзья давайте разберем конкретный случай заболевания коронавирусом и для примера возьму меня так получилось что во вторник я на 15 секунд выбежал в нижнем белье на улицу чтобы не упустить курьера к обеду мне стало не совсем хорошо вечером у него поднялась температура и это длилось в течение пяти дней причем контролировать этот процесс у меня мало получалось на пятый день по совету знакомый доктор я все-таки сдал анализы крови в том числе сделал снимок легких который показал небольшой фильтр от правой половины легкого и мне было рекомендовано обратиться к врачу я поступил по другому собрался и вечером поехал приемное отделение для того чтобы лечь стационар в стационаре терапия пролежал около полутора суток потом из-за низкого уровня кислорода меня перевели в гинекологию и через семь дней я успешно выписался из гинекологии домой но давайте разберем кто попадает стационар и стоит ли лечиться дома итак друзья давайте разберем кто попадает стационар стационар попадают те пациенты которые обратились к врачу у кого подтвержден коронавирус лабораторными исследованиями у кого малейшее затемнение легких на снимке кто контактирует больным или находился рядом с больными коронавирусами сюда же относится и возрастной контингент это те кто старше 50 если при обращении к врачу пациента присутствует симптомы гриппа или респираторных заболеваний его лечат амбулаторно и об этом мы поговорим отдельно что происходит в сценарии практически в каждом отделении часть отведена для коронавирусных больных самую легкую форму коронавируса лечат терапии и это те пациенту которых уровень кислорода не падает ниже нормы те у кого уровень кислорода ниже нормы попадают в гинекологию потому что в каждой палате подведем кислород более сложная форма лечится уже в отдельном боксе и это инфекция и самые тяжелые формы лечатся естественно в реанимации где присутствует аппарат и вл и где люди уже подключат к искусственной вентиляции легких как правило в стационаре большинство находится не больше семи дней после чего писаться домой с дальнейшей реабилитации и все же давайте поговорим о том чем лечится цена и лечение является симптоматическим но всем назначают обязательную группу препаратов поскольку основные симптомы коронавируса это затруднение дыхания это густая кровь и чищение пульса повышение температуры кашель то лечение сводится к тому что обязательно разжижают кровь обязательно стимулируют противовоспалительные процессы обязательно вливают жидкость если ее не хватает и обязательно сбивают температуру и так друзья когда я лежал в стационаре меня доставало постоянно одно и то же со стороны пациентов я думаю что обязательно об этом должен снять видео не знаю как я удержался и не сделал этого в больнице это касается дебилизма который я наблюдал что происходит дело в том что при коронавирусе особенно при начале лечения появляется одышка это к одышка отличается от той которая возникает при бронхиальной астме почему потому что там защитная реакция организма организм защищается сжимая там дыхательные пути для того чтобы предотвратить попадание в него аллергена тут же немножко другая картина тут возникает одышка потому что не хватает кислорода происходит это потому что происходит фиброз тканей повреждение тканей легких снижение эластичности о чем я буду говорить дальше и в результате это возникает одышка и к тому же кашель потому что в любом случае в легких содержится какая-то часть жидкости образуется инфильтрат во время любой болезни а также может возникать небольшая часть мокроты потому что организм все равно больше борется с инфекцией которые так или иначе присутствуют не только в воздухе но и внутри нашего организма таким образом появляющийся одышка вызывает в то же время кашель и это протекает следующим образом когда человек собирается кашлянуть он выкашел немножко воздуха пытается вдохнуть а не может вздохнуть полной грудью часто из-за того что снова возникает кашель и с каждым кашлем из кашлявым толчком и с каждым вдохом количество воздуха у легких снижается и это усугубляет картину для примера палату положили молодого человека около 35 лет спортивного телосложения и не все-таки и движения спортивные активные психологический человек пытается показать что мне этот коронавирус похерен я сюда случайно попал этот выздорове пойду домой но поскольку основной симптом коронавируса это одышка и как следствие кашель за ним я наблюдал следующее каждый раз когда он хотел сходить к раковине иска или хотел сходить к туалету у него возникала одышка у него возникал сразу же кашель и он пытаясь показать какой он такой активный спортивный ему все похер набирал воздуха и кашлял со всей силы при этом было слышно как у него травмировался легочная ткань как он выплел часть своих легких и до него это даже не доходило да я терпел это недолго попытался человеку объяснять что не надо так кашлять потому что там травмироваться легочная ткань но у него была своя точка зрения скорее всего на это но правда через пару дней он стал кашлять поменьше ну старался так уже сильно не кашлять второй дебилизм который наблюдал за ним же это каждый раз из-за того что он ерзал постоянно на постели у него сползал постельное белье канал в очередной раз поднимался сходить к раковине странно почему но он каждые два часа ходил и как как бобр мыл себя с ног до головы зачем он это делал я не знаю вот и я наблюдал такую картину он поднимается и начинает трясти свое постельное белье сразу же после первого раза им стал человек ты хоть понимаю что он делает он у меня странно посмотрел как что поправляю постели а вреда надо же понимать что вы сейчас вытрясли килограмм пыли в это помещение а рядом с вами лежит человеку который бронхиальная астма морал мало того что вы сейчас сам будете есть практически в легких и так кислорода и дышать нечем вы еще будете сейчас заставлять это делайте всех и стали почему я застряю на это внимание потому что когда я работал массажистом больнице и на массаж приходили те же больные с бронхиальной астмой даже если они сидели на коридоре и начинали задыхаясь кашлять даже если ты находился в кабинете на тебе это психологически действовал то есть возникал спазм небольшой то есть на уровне нервной системы мы все-таки воспринимаем то что происходит рядом а то представляете в палате лежат люди у некоторых так настроение не очень а тот и один начинает закрашиваться такой степени что там легкий выпрыгнул да это очень отрицательно действует на всех окружающих но больше всего это вредит его же легким и человек не понимает что происходит внутри и сам ухудшает состояние своих легких я пытался ему объяснить но до него это не сильно конечно дошло еще одни минусы которые касаются все-таки родственников и близких в палате лежал мужчина 80 лет у него бронхиальная астма и вот ему постоянно наяривают родственники он каждый раз когда начинает с ними разговаривать им возникает кашель и он даже после одного слова уже начинает глотать воздух как рыба которую выкинули на берег а что говорить о том что если он сказал два-три предложения и родственники этого не понимают или возможно они хотят побыстрее получить наследство вот это отрицательные моменты которые видел теперь положительные моменты хочется искренне пожелать всем медработникам здоровья и всего самого наилучшего и чтобы обязательно государству как хоть как-то компенсировано их труд представьте что девочки медсестры и там другой персонал в течение дня находится не только в маске в костюме но еще и в этих щитках да на них просто смотреть жалко это не больной который может ходить по коридору без маски они обязаны ходить маски потому что это грязная зона поэтому дай бог им здоровью все самое наилучшее их родным и близким и даже если не получит никакой материальной помощи или компенсации пускай бог исполнить все их самые лучшие желания еще один положительный момент стационара это то что человек находится изолированным от своего жилья почему потому что некогда объедаться поэтому там совершенно другой режим питания пища достаточно простая все делится на категории столов где пища диетическая и поэтому пищеварение восстанавливается насколько только это возможно в лучшую сторону теперь давайте поговорим о выписке во время выписки доктор предупреждает что никому не делает снимка потому что снимок опять же покажет практически ту же картину которая была при поступлении почему потому что коронавирус сопровождается фиброзом в легких образованием соединительной ткани поражением легкого снижением эластичности легкого и практика показала что затемнение которое появляется при коронавирусе очень быстро не проходит поэтому понятно что если при выписке делать снимок практически всех он будет такой же какой был при поступлении в больницу поэтому выписка заключается в том что люди читают внимательно документы о тех нормах правилах которые они должны соблюдать после пребывания в стационаре к тому же они получают рекомендации от доктора и практически всем доктор выписывает медикаментозные препараты основных два медикаментозных или один препарат которые помогают еще поддерживать организм в нужном состоянии для того чтобы он до конца все-таки смог перебороть болезнь коронавируса об этом мы будем говорить тоже отдельно что же касается реабилитации всех предупреждают что в течение определенного времени дома человек должен еще проходить какой-то курс восстановления и реабилитацию я например после того как выписался из больницы подошел на рынке своей знакомой и когда рассказал она мне тоже сказала что вы все тут говорили что-то в реанимации что там все сложно что ты там чуть ли не жизнь отдаешь ну потому что лепили маленький все-таки городок вот и поделилась со мной тем что ее сестра тоже переболела и оказалось что она дома переболела все все-таки нормально как бы да но человек после этого уже два месяца чувствует себя плохо и вот лучшие доказательства того что те случаи когда человек перенес коронавирус на ногах это не самый лучший безопасный вариант и неизвестно чем это закончится итак друзья перед тем как рассказать все так чтобы у нормального человека больше не возникло никаких вопросов касательно коронавируса давайте разберем что такое коронавирус для этого больше всего подойдет информация получена из фильма доктора рязанова который посетил конференцию в европе где подробно рассказывалось о коронавирусе об истории появления симптомах коронавируса течение коронавируса патологии коронавируса о лечении и разбирались все самые интересные случаи протекания этой болезни согласно этому можно сделать следующий вывод болезнь у нормального человека протекает течение 21 дня это 21 день делится на три отрезка первый период это до 7 дней инкубационной это период когда у человека появляются симптомы обычного респираторного заболевания или как мы говорим гриппа в этот момент если организм все-таки достаточно силен он справляется с вирусом который попал в организмом в организм и тогда мы говорим о том что человек в легкой форме переболел на ногах коронавирус если и если этого не происходит происходит то начинается второй период это 7 по 14 день это нарастание заболевания и появление самих симптомов коронавируса которых чуть позже я скажу более подробно потому что это очень важно ну и третий период это 14 по 21 день это когда происходит уже непосредственно выздоровление когда в организме вырабатывается антитела и организм справляется с этой болезнью сожалению есть случаи отмечены в фильме доктора рязанова когда после 21 дня после 20 даже дня и ближе к концу от этого периода у человека снова появляются все симптомы и болезнь вновь обостряется в таких случаях как правило люди попадают чаще в реанимацию или у них болезнь протекает в очень тяжелой форме вопрос почему это происходит пока остался без ответа потому что ни один нормальный медработник не скажет что коронавирус до конца изучен и с ним все я хотя бы по той причине что постоянно видоизменяется сам коронавирус появляются новые штаммы и чего ждать от них пока неизвестно итак друзья давайте подробнее разберем второй период или клинику коронавируса потому что до конца сколько бы ни было информации непонятно все таки что происходит в организме сейчас попробуем в этом разобраться и так когда коронавирус попадает в организм а чаще всего он поражает легкие и в них происходит фиброз ткани что это такое это изменение ткани поражение тканей и частичное разрушение и появление соединительной ткани в результате потеря эластичности легких и снижение функции потребления кислорода именно это в виде затемнений и проявляется на снимках которые делают пациентам что во время этого еще возникает нужно понять следующее что у нас легкие сердце почки печени замкнуты в определенную систему как получается в этой системе именно легкие сердце являются главенствующими она находится тем более повыше ну а легкие больше всего напрямую связан с окружающей средой потому что мы дышим напрямую воздух получается следующее если любой из этих органов или любая из этих систем начинает страдать это за же сразу же как цепная реакция вызывает ухудшение и работу всех от других органов и систем а поскольку легкая больше всего связано с окружающей средой и больше всего поражается коронавирусом нужно помнить что при попадании в организм коронавируса начинается цепная реакция и ухудшение работы и всех других органов и систем еще одно из проявлений коронавируса это незначительный тромбоз кровеносных сосудов особенно мелких почему это возникает во время коронавируса сгущается кровь хотя как мы знаем с возрастом она уже становится гуще и в результате чего в мелких сосудах возникает микротромбоз это происходит не только в легочной ткани а также в других парихигматозных органах а к ним относятся не только легкие но относятся печень почки поджелудочные железа ну и ряд других органов но вот отмечено что чаще всего страдает все-таки сердце страдает печень страдает мозг страдают почки это когда коронавирус попадает в организм он поражает наши легкие нарушаются их функции и как следствие в организме не хватает кислорода во время этого появляется ряд симптомов давайте их перечислим это обязательно повышение температуры это отдышка это сгущение крови эту учащение пульса это повышение артериального давления вследствие отдышки появление естественно каши ухудшение общего состояния и нарушение пищеварения вот на эти симптомы нужно обязательно ориентироваться любому нормального человеку итак друзья давайте поговорим об идеальном варианте действий для любого нормального человека в нынешней ситуации на первом месте это будет конечно соблюдение общепринятых норм и правил начиная от ношения маски и кончая самоизоляции есть это будет необходимо на втором месте это соблюдение хорошей физической формы для того чтобы процессы в организме и способность сопротивляться организму различным болезням было на достаточно высоком уровне на третьем месте это все-таки правильное питание и употребление для профилактики заболевания таких народных средств как чеснок имбирь мед лимон хрен и тому подобное и на четвертом месте это будет четкий контроль за тем что происходит вокруг за тем что происходит собственным организмом и внимательное наблюдение за всеми изменениями если они возникают итак давайте подробнее остановимся на пункте номер 4 что значит внимательно контролировать все что происходит вокруг и внимательно наблюдать за своим состоянием дело в том хотим мы этого или нет вокруг нас находится инфицированная вокруг нас находятся больные и вообще коронавирус находится вокруг нас это значит хотим мы этого или нет он в организм все равно попадает и вот тут первый подводный камень как правило все кто возрастом моложе там 50 допустим лет а многие говорят а я переболел на ногах у меня там было небольшое нарушение вкуса небольшое обоняние а некоторые отмечают повышение температуры меньшее число отмечает что у них была небольшая одышка и они считают что они переболели организм переборол болезнь и все очень хорошо но учитывая о чем мы говорили раньше нужно понимать что как только коронавирус попал ваш организм появление даже таких симптомов уже говорят о том что он в организме есть а это значит что заглянуть мы не можем внутрь легких и нам неизвестно что протекает лихачной ткани не говоря уже о других органах и системах которых я говорил а это значит что рекомендация будет такова любому нормальному человеку во время появления хотя бы каких-нибудь симптомов респираторного заболевания гриппа или тем более тех которые наблюдаются у непосредственно коронавирусных больных нужно сразу же предпринять ряд определенных действий это действие какие сейчас будем их перечислять итак первое что должен сделать любой нормальный человек не говоря уже о тех кого есть симптомы и тем более о тех кто заболел коронавирусом это лечь на живот и проводить таком положении максимальное количество времени почему дело в том что у нас перец находится сердце а сзади находятся легкие это значит что положение стоя сидя или лежа на спине у нас вся жидкость которая образуется в результате деятельности в легких также в результате борьбы с инфекцией в результате возникновения фильтрата не может оттекать из легких а наоборот заполняет все отдаленные участки закупоривая этим альвеолярные сосуды и тем более что густая кровь создает небольшой тромбоз мелких кровеносных сосудов поэтому нужно помнить ложимся на живот и проводим в этом положении максимальное количество времени это касается любого здорового человека во время пандемии да и в нормальной жизни не говоря уже тех кого и симптомы и тем более больных здесь есть нюансы у большинства людей при лежании на животе более 5 минут возникают тянущие боли в области поясницы в области позвоночника и так далее сразу должен оговориться практика показала что вы лежите как можно дольше после этого вы можете принять позу симпсона то есть когда по слегка полубоком когда на на одно колено подтянута вверх при этом нужно помнить что вы можете полежать на одном боку потом повернуться на другой бок и таким образом вы будете каждый раз давать каждому легкому освобождаться от накопившийся в нем жидкости в результате вы намного ну на мой взгляд на треть вы облегчите течение коронавируса если она есть и так незабываемое положение и практика показала что все кто таким образом ворочаясь в течение трех-пяти дней забывают об этих болях поясницы которые появлялись вначале а потому что моя знакомая на работе когда выписался из больницы и сказали что нужно лежать на животе я вообще на животе лежать не могу но через неделю она с улыбочкой сообщила что она теперь всю дорогу практически лежит и спит на животе так что эта проблема легко решается всего лишь временем и тренировками теперь пункт номер два пунктом номер два является разжижение крови почему потому что во время коронавируса из-за густой крови мало того что повышается артериальное давление еще повышается пульс что кстати может служить так сказать отправной точкой для того чтобы оценивать свое состояние если у вас нет возможности измерять уровень кислорода в крови а это значит что вы идете в аптеку и покупаете к сожалению пока одно из самых для лечения коронавируса дорогостоящих лекарств это ксарелта да для него нужен рецепт показу выглядит это приблизительно вот так вот таблеточки это выглядит с одной стороны такие розовенькие маленькие с другой стороны упаковка выглядит вот так полная коробочка ксарелта стоит в пределах 140 рублей учитывая что многие хотят сэкономить и иногда берут не две пластинки а одну пластиночку в аптеке таким образом могут оставаться часть пластины потому что человеку выписывают упаковку он взял только половину чтобы платить не 140 а в два раза меньше таким образом я думаю в аптеке работают не звери и они помогут сражающую человеку и продадут вам оставшуюся половину такая таблетка принимается один раз в сутки это итальянский препарат у него достаточно хорошие показатели не очень сильное побочное действие и должен сказать что именно это лекарство накапливается в организме таким образом если вы покупаете а я советую купить упаковку вам достаточно скорее всего будет выпить одной пластинки и одна пластиночка с учетом срока действия у вас останется в запасе потому что считается что после трех-четырех месяцев человек может повторно заболеть вам уже тогда не важно был не нужно будет ждать не нужно будет оттягивать лечению не нужно будет бежать за рецептами нужно будет искать лекарство вы уже легко его приобретете ну составим что вы не будете вакцинировать таким образом у таблетки принимается один раз в день и тут есть нюанс эту таблетку не стоит принимать до еды и я так думаю что не стоит принимать сразу после еды потому что в некоторых случаях может возникнуть диспепсия или нарушение пищеварения правильно будет так через полчасика после приема еды таблетка маленькая вы ее выпили и запили от ним двумя глотками той же воды или чего-нибудь легкого следующее что вы должны сделать это все-таки я бы порекомендовал обязательно случае если у вас уже появились вот эти таблеточки напомню нужно пить просто при появлении симптомов респираторного заболевания гриппа и тем более если у вас стал чаще пульс и тем более если анализы показали о том что у вас стала кровь выше вот это уже нужно принимать да я не доктор сейчас который который вы лечитесь но поверьте любой медработник вам это скажет тем более у моих знакомых которым с которыми я переписывался которые проходили лечение амбулаторно все прислали мне фотографию на которых был расположен перечень всех медикаментов стояли все лекарства которые им назначали там как правило было 4-5 лекарств и у всех было ксаралта поэтому этот вопрос должен быть закрыт раз и навсегда второе что я бы порекомендовал купить это в пределах 30 рублей стоит вот такое лекарство оно называется медрол это производная метилпреднизолона достаточно хорошего качества вот это картикостероид эти таблеточки продаются вот в такой коробочке к сожалению ее поделить невозможно их здесь достаточно много стоят они 30 рублей и вам их точно хватит на долго тем более вот эти таблетки я бы не рекомендовал принимать дольше 5 дней дело в том что согласно международным данным во время коронавируса у организма и так противовоспалительная функция повышается вот эти вот таблетки могут еще больше усилить и тогда можно усугубить картину тем что организм начнет бороться против собственного иммунитета вот этого допускать нельзя поэтому даже если кому-то выписывают эти таблетки на более длительный срок все равно рекомендации их не принимать больше 5 дней в крайнем случае вы принимаете сначала хотя бы два раза в сутки потом раз в сутки и потом как мне сказал доктор грамотный когда меня выписывал потом еще в течение недели может быть через день их можно попить это максимум что можно порекомендовать нормальному человеку а вот эти два обязательных препарата соответственно я бы не советовал в домашних условиях и любому человеку у которых симптомы и даже коронавируса все-таки противомалярийные препараты потому что у них высокая токсичность и официальное подтверждение их эффективности пока не доказано ну а теперь на пальцах вы можете заложить еще два препарата которые вы должны купить один это витамин D он стоит в пределах 30 рублей принимается одна большая таблетка раз в неделю нужно только постараться соблюдать этот курс то есть если в один день в четверг например принимали то в четверг и принимать в одной упаковке 8 таблеток вам этого соответственно хватит на практически на два месяца вот и еще один препарат который обязательно нужно принимать это уже подтверждено это витамины цинка потому что цинк помогает именно предотвращать сгущение крови дело в том что ксорелта исправляет это а вот цинк предотвращает то есть получается что если телегу толкать еще и тянуть спереди и толкать сзади то эффективность того что телегу можно вытянуть из грязи гораздо выше итак перечистим все что должен делать нормальный человек первое это спим только на животе и находимся максимальное количество времени в таком положении если что-то мешает иногда поначалу можно лежать на боку второе на ночь принимаем аспирин не забываем о витаминах тем более они являются сезонным показанием для приема следующее помним о народных средствах сюда входит употребление чеснока меда лимона имбиря хрена и тому подобного также нужно помнить что раз в час нужно выпивать стакан воды для того чтобы ее хватало в организме и тем более если у вас хоть немножко сгустилась кровь участился пульс или повысилось давление следующее что вы должны помнить это правильное и рациональное питание потому что нужно максимально разгрузить желудочно-кишечный тракт не нагружать его и помнить что во время коронавируса может происходить тромбоз мелких кровеносных сосудов других органов систем а в нашем случае печень или поджелудочная железа и пятое нужно помнить об активном физическом образе жизни потому что движение это жизнь и правильный двигательный режим помогает поддерживать все процессы в организме в нужном состоянии к тому же во время бега или той же ходьбы происходит механически естественный массаж того же желудочно-кишечного тракта во время ходьбы или бега мышцы ног сжимаясь помогают по венам качать венозную кровь ближе к сердцу поэтому нужно помнить что обязательно соблюдаем физическую активность сюда же нужно добавить дыхательную гимнатику нужно помнить что многие о ней не имеют представления но ее должен в норме делать любой нормальный человек не говоря же о тех кто возможно болеет в легкой форме не говоря же о том кто болеет коронавирусом и о том кто переболел коронавирусом быстро показываю оптимальный набор дыхательной гимнастики стрельниковой это всего три упражнения первое для верхних участков трудно вентилируемых легких это руки перед собой и после этого кулачки резко сжимаем делаем вдох носом выпрямляем пальчики и произвольно позволяем выйти воздух обратно выглядит это так можно сделать 10 раз главное вдох акцентировать о выдохе не думать второе упражнение до средних долей легких ручки также перед собой правая ладонь к левому плечу левая ладонь к правому плечу при этом слегка сжимаем всю половину грудной клеточки выглядит это так тоже 10 раз и третье упражнение оно касается нижних долей легкого и это упражнение делается стоя я сижу на массажном столе поэтому условно покажу но вы понимаете что пальчиками дотягиваемся до носков ног при этом делаем резкий вдох носом разгибаясь происходит произвольный выдох выглядит определенно так вот все что касается дыхательной гимнастики теперь перейдем к второй руке и тут стоит отметить если у вас появились хоть какие-то симптомы респираторного заболевания гриппа и тем более коронавируса если у вас есть такое подозрение или вы контактировали с теми кто болен нужно обязательно обратиться к врачу но в любом случае скажу чем это закончится если это будет грамотный врач он вам назначит следующее лечение о котором я уже говорил это обязательно в домашних условиях и даже в больнице могут назначить место уколов это ксорелта для разжижения крови напомню еще разочек вот такие вот розовенькие таблеточки вот такая обратная упаковочка каждый день прописан когда принимать пьется по одной таблетке вам хватит одной пластинки поверьте вы создадите идеальные условия в организме для того чтобы он успешно справился с коронавирусом следующее это медрол это все-таки картикостероид но нужно помнить что его не стоит принимать даже нормальному человеку независимо от того что сказал доктор нежелательно больше 5 дней потому что в случае слишком сильного противовоспалительного эффекта или действия организма можно возникнуть негативное воздействие иммунистит начнет бороться с сам собой что выявили в результате опытного наблюдения в течение вот того срока пока лечили коронавирус в других странах и государствах о чем говорил в своем видео доктор Рязанов следующее что нужно помнить это обязательно принимаем витамин D эффективность которого четко доказана всеми медиками во всем мире витамин D стоит в пределах 30 рублей одна таблетка пьется в неделю сделать это достаточно легко нужно помнить что нужно постараться соблюдать их личность если пили например в среду то и пить всегда в среду следующее что вы пьете это витамины цинка потому что если говорить Аксорелта еще раз напомню этот препарат способствует разжижению крови совсем другим механизмом а вот препараты цинка создают условия когда кровь даже не собирается густеть то есть уже кровь вырабатываете жидкой поэтому помним о препаратах цинка и следующее если у вас появляются какие-то другие симптомы в виде повышения температуры или чего-то еще то естественно симптоматическое лечение но как правило эти симптомы всем известны и люди прекрасно знают все средства которые можно применить в этом случае вот я перечислил в принципе то что должен сделать любой нормальный человек и тем более тот у кого появились симптомы остается добавить что нужно не забывать об общепринятых мерах и предосторожности это ношение маски это минимальный контакт с теми кто болел сократить время посещения тех мест где находится много народа затем нужно помнить что после прихода с улицы обязательно нужно мыть руки я кстати когда возвращаюсь с улицы всю одежду в которой я хожу по улице я снимаю там в прихожей и уже заходя домой одеваю совсем другую одежду об этом нужно тоже помнить ну и остается добавить еще раз то что я сказал в начале если кто-то захочет что-то написать или задать какой-то вопрос вы можете это сделать все кто оставит каждый десятый кто оставит сообщение получит в награду вот в подарок вернее даже вот такой талисман который имеет около 5000 наверное белорус белорусов и россиян в том числе и который исполняет все желания цель конечно не деньги этот талисман вы просто держите у себя дома и если вы строите правильные цели и правильные планы он помогает их достигать но это получит каждый десятый над этим тоже стоит подумать итак друзья в заключение могу добавить только одно психологически многие боятся коронавируса особенно те у кого пожилой возраст сразу хочу сказать если вы раньше не болели бронхиальной астмой если у вас никогда не было пневмонии запущена бронхита или каких-то других заболеваний дыхательных путей вы можете расслабиться даже если у вас были такие заболевания нужно помнить при правильном адекватном понимании того что происходит при том о чем я уже говорил раньше если внимательно следить за симптомами и правильно соблюдать все перечисленные пункты где вовремя все делать то вашему организму практически ничего не грозит поэтому боязнь того что я заболел что со мной будет а вдруг я умру эти мысли можете сразу выкинуть из головы потому что коронавирус и летальный исход это вариант только в тех случаях если человеку точно за 60 или если у нее серьезные какие-то заболевания на данный момент или у него какие-то недостаточности органов и систем или например человек находится в каком-то таки чистом состоянии другу говоря там не знаю перемерз там пробежал марафон или еще что-то поэтому еще раз можно расслабиться забыть о том что коронавирус может привести к смерти и помнить что если вы все правильно сделаете ваш организм с легкостью перенесет это заболевание и вы будете всегда здоровы на этом друзья должен с вами попрощаться пожелать здоровья вам вашим родным и близким всех земных благ пишите спрашивайте всего хорошего мы вас любим спасибо 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 спасибо